Детский сад «Красная шапочка» в последний день уходящей недели организовал на своей базе день открытых дверей для родителей. Родителям всегда интересно, чему научились их чады в стенах дошкольного учреждения и чему еще могут научиться. Этим мероприятием их любопытство было удовлетворено в полной мере. Началось все с общего приветствия. Потом родители разошлись по группам, в которые ходят их детишки. Здесь в каждой группе были организованы небольшие показательные уроки. В младшей группе детишки закрепляли знания о птицах, как они называются, как выглядят и какие звуки издают. В другой младшей группе ребята разбирались с классификацией по цветам и запоминали геометрические фигуры. Воспитанники другой группы говорили о воде, о ее роли в жизни человека. Еще одна группа занималась опытами, расширяла знания об окружающем мире, знакомилась с явлением неживой природы под названием извержение вулкана. Потом родители снова встретились на празднике птиц. До этого события вместе с детьми они мастерили кормушки. Здесь их ждало подведение итогов проекта «Птицы нашего города». Они отвечали на вопросы викторины о птицах. А теперь такой вопрос. Интересно. Когда температура воровья ниже? Зимой или летом? Зимой. А? Скажите, пожалуйста, громче. Одинаково. Конечно же, одинаково. Программу для родителей. Педагогический коллектив детского сада «Красная шапочка» подготовил насыщенную. Вечером их ждали мастер-классы на самые разные полезные темы. Мы покажем родителям мастер-классы. То есть мы познакомим, логопед познакомит родителей, на что нужно обратить внимание, на какие звуки, какими звуками уже должен владеть ребёнок, есть ли какие-то нарушения, на что нужно обращать внимание. И показать небольшое упражнение, что можно сделать с детьми для восстановления звуковой коррекции. Преподаватель физкультуры покажет небольшой комплекс упражнений для того, чтобы была хорошая осанка у детей, для профилактики плоскостопия. Завершился день открытых дверей под ведением итогов и перспективным планированием. Екатерина Соломатина, Илья Нураминов, Новости.